Глава 19. Год 2000. Захват власти в стране госбезопасностью. Из истории побед и поражений 1991, 1993, 1996 годов госбезопасность как ведомство сделала один важный вывод. В России не следует захватывать власть через переворот, путь, введение, ЧП или отмену выборов. Россия такая странная страна, где власть проще получить абсолютно законно. Только предварительно нужно все-таки выцыганить у граждан одну должность – должность президента страны. Новый план почти не отличался от схемы Коржакова, Барсукова и Сосковца 1996 года. В него внесли лишь одну поправку. Всех троих должен был олицетворять один человек. Директор ФСБ, ушедший в ОДР и ставший премьер-министром, премьер-министр, ставший как офицер ДР, исполняющим обязанности президента, исполняющий обязанности президента, ставший как офицер ДР, президентом страны. Эту очень сложную комбинацию успешно реализовали в 2000 году, подложив Ельцину колоду из трех карт – директора СВР Примакова, директора ФСК Степашина и директора ФСБ Путина. Резервная колода из трех карт – Примакова, Степашина, Лужкова – лежала в кармане Бабкова. Выборы 2000 года должны были проводиться на фоне войны с Чеченской республикой. На случай непредвиденных обстоятельств и необходимости введения ЧП и отмены выборов по старой схеме Коржакова. Мало ли что. Как обычно, в ключевые моменты советско-российской истории, как если бы нужно было запутать следы и ввести общественные заблуждения, в очередной раз перестраивалась и реформировалась госбезопасность. Борец с диссидентами и прочими противниками советского режима, Пятое управление КГБ, который фактически всегда возглавлял Бабков, при формальном руководстве генерала Е.Ф. Иванова, было преобразовано в управление по защите конституционного строя, управление ЗЭ. Вместе с Е.Ф. Ивановым реорганизацией Пятого управления в управлении ЗЭ занимался заместитель начальника Пятого управления Александр Николаевич Карбайнов, ушедший затем как офицер ДР на службу в ЦК КПСС, на место Е.Ф. Иванова, вернувшегося на службу в госбезопасность. В 90-м году Карбайнов уже в чине генерал-майора возглавил пресс-бюро КГБ, сменив прежнего руководителя, окончательно спившегося Струнина. При Карбайнове пресс-бюро преобразовали в ЦОС, сделав пропагандистским рупором перестраивающейся госбезопасности России. Первым заместителем Карбайнова по ЦОС стал полковник Владимир Мастенников, заместителем полковник Алексей Кондауров. Соответствующие подразделения были созданы и в региональных органах госбезопасности, включая у КГБ по Москве и Московской области. Столичную группу возглавил оперативник журналистским образованием Александр Георгиевич Михайлов. Отец его был начальником кафедры истории военного искусства Краснознаменного института КГБ, где обучались будущие разведчики. Заместителем Михайлова был Виктор Олегов, сотрудником Сергей Богданов, сын начальника московской милиции генерала Петра Богданова. Михайлов и его заместитель стали использовать возможности телевидения и в ходе регулярных телепередач освещали деятельность московского управления КГБ. Генерал Карбайнов, создававший ЦОС, так сказать, пробил для его руководства штатное расписание и специальную зону, в которую отошли кабинеты всех бывших руководителей КГБ, в том числе и ставший по инициативе Карбайнова мемориальным кабинет Юрия Андропова. Сам Карбайнов занимал кабинет, в котором во времена Андропова сидел начальник его секретариата Владимир Крючков. Карбайнов ушел из ЦОС из-за скандала, связанного с его секретаршей. Вслед за ним покинул ЦОС его первый заместитель Мастельников. Вместо первого заместителя, затем начальника ЦОС, теперь уже ЦОС ФСБ России, получил Кандауров. Сей кадр был прекрасным исполнителем, верным своим руководителем, но не был ни лидером, ни оратором. Получив генеральское звание, он вышел в ОДР и по протекции своего старого друга по совместной службе в 7-м отделе 5-го управления полковника Александра Евдокимова, офицера ДР, возглавлявшего теперь один из отделов банки Минотеп, устроился в банке. Несколько позже, после организации компании ЮКОС, Кандаурова командировали офицером ДР на службу к бывшему комсомольскому руководителю и будущему российскому олигарху и политзаключенному Михаилу Ходорковскому. В ЮКОСе Кандауров возглавил информационно-аналитическое управление компанией. Что касается ЦОС ФСБ РФ, то туда, после смены руководства, перешли и вскоре стали начальниками Александр Михайлов и Александр Зданович. Институт ОДР со временем модернизировали в угоду требованиям нового времени. Госбезопасность не балует нас внутренней документацией ведомства, но очевидно, что ОДР переназвали АПС аппарат прикомандированных сотрудников. Указание на это содержится в так называемом законе о ФСБ 98-го года, подписанном Ельциным. Цитата. В целях решения задач обеспечения безопасности Российской Федерации военнослужащие органов Федеральной службы безопасности могут быть прикомандированы к государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, с согласия их руководителей в порядке, установленном президентом Российской Федерации, с оставлением их на военной службе. Иными словами, как и в добрые советские времена, офицеров госбезопасности продолжали засылать в мирный сектор страны. Только теперь это был не Советский Союз, а Российская Федерация. ФСБ имело право внедрять своих сотрудников во все структуры по своему усмотрению. И эти структуры обязаны были этих сотрудников принять и содержать, причем не по скромным старым советским тарифным сеткам, а по новым рыночным капиталистическим стандартам. И поскольку все нормативные акты и правила госбезопасность разрабатывала для ОДР АПС сама в абсолютной тайне, в одностороннем порядке, без права каких-либо государственных или общественных структур влиять на этот процесс, вмешаться в него, оспаривать или противостоять, можно сделать вывод, что госбезопасность создала бесконтрольную, противозаконную и противоречащую экономической выгоде страны и законам бизнеса абсолютно мафиозную систему контроля государственного и частного сектора с одновременным вымогательством из всех этих структур денег для кормления ФСБ, в том числе и как ведомства. Сотрудников ФСБ, работавших в российских структурах, учреждениях, бизнесах и всех прочих организациях, можно было теперь условно разделить на так называемых прикомандированных и внедренных. С 1995 года, в соответствии с новой редакцией закона под названием «Оперативно-розыскной деятельности», раскрытие имен внедренных сотрудников ФСБ приравнивалось к разглашению государственной тайны и было запрещено законом. О присутствии внедренного сотрудника, как правило, было известно лишь очень ограниченному кругу лиц внутри самого ФСБ. Назначение прикомандированных сотрудников обычно согласовывалось с руководством гражданских структур. Их открыто и официально отправляли в государственные компании или компании с госучастием, в различные органы законодательной и исполнительной власти, в крупные политические партии и в силовые ведомства, равно как и в частные компании, прежде всего в крупные бизнесы, в которых было заинтересовано ФСБ. Карьера Путина в этом плане не составила исключения. Он получил службу в органах КГБ в должности младшего оперуполномоченного 1-го отделения 5-го отдела УКГБ по Ленинградской области, иными словами, в том же 5-м управлении под началом Бобкова, но не в Москве, а в Ленинграде. В 1984 году, получив звание майора, он был направлен в Московскую высшую школу КГБ, где учился под псевдонимом Платов и специализировался на германоязычных странах Австрии, Швейцарии, ФРГ, ГДР. По окончании высшей школы КГБ Путина в середине 1985 года откомандировали в представительство КГБ в ГДР, где он работал под прикрытием должности директора Дома советской германской дружбы в Дрездене. В родной Ленинград бывший секретарь парторганизации Дрезденской группы представительства КГБ в ГДР. Старший помощник начальника отдела и член парткома представительства КГБ Путин вернулся в первой половине 1990 года. Цитата. «Когда в январе 1990 года мы вернулись из Германии, я еще оставался в органах, но потихоньку начал думать о запасном аэродроме». Конец цитаты. Вспоминал Путин, опасаясь в разговоре с журналистами назвать вещи своими именами. Так сказать, начал думать об уходе в действующий резерв. Весной 1990 года Путина перевели в ОДР, оперативный действующий резерв. Его должностью прикрытия стала позиция помощника проректора по международным вопросам в Ленинградском государственном университете ЛГУ имени А.А. Жданова. Традиционно эта должность была закреплена за офицером госбезопасности, курировавшим в том числе иностранных студентов и аспирантов ЛГУ. Бывший генерал-майор КГБ, в прошлом руководитель управления КЭ, внешняя контрразведка ПГУ, а затем первый заместитель начальника УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области, Олег Калугин, указывал, что в университете Путин одновременно был еще и резидентом КГБ. Если так, то к нему, как резиденту, перешли в подчинение все университетские агенты. Непосредственным начальником Путина был еще один офицер КГБ, проректор по международным вопросам Юрий Молчанов, будущий вице-губернатор Санкт-Петербурга по инвестиционным вопросам. Вскоре, однако, Путин получил новое место работы у Анатолия Собчака. Собчак в своем последнем опубликованном при жизни интервью рассказывал, что помнил Путина «как хорошего студента» и поэтому пригласил его работать к себе, как-то случайно встретив его в университете. Очевидно, однако, что Собчак говорил неправду. Путина послало на работу руководство КГБ, которое, считая Собчака перспективным демократическим политиком, пыталось пристроить к нему для контроля кого-то из офицеров госбезопасности, как это было уже сделано в отношении Ельцина. Собчак не был наивным человеком. Он пытался работать. Работать ему не давали. Он пытался найти посредника для сотрудничества с КГБ, чтобы госбезопасность чуть-чуть расслабила удавку на его шее. Связался с Калугином. Цитата. «Дорогой Олег, я чувствую себя одиноким. Мне нужен человек, который бы поддерживал контакты с КГБ контролирующим город». Конец цитаты. Собчак спросил, кого бы Калугин мог ему порекомендовать. Тот ответил, что такого человека не существует. Как раз в эту минуту рядом с Собчаком, так сказать, случайно оказался офицер КГБ Путин. Он тоже был не тем человеком, которого имел в виду Собчак, но выбирать было не из чего. В КГБ сообщения Путина о том, что Собчак готов взять его на работу, восприняли с восторгом. Путин вспоминает, что пришел, цитата, «сообщить вышестоящим начальникам», конец цитаты, «что есть возможность перейти к Собчаку», цитата. «Я пришел к своему руководству и сказал, «мне Анатолий Александрович предлагает перейти из университета к нему на работу. Если это невозможно, я готов уволиться». Мне ответили, «нет, зачем? Иди спокойно работай, никаких вопросов», конец цитаты. И Путин, так сказать, не увольняясь из КГБ, пошел работать к Собчаку, как офицер ДР. Бывший депутат Ленсовета и однокурсник Путина, Леонид Полохов, вспоминает, что впервые встретила накашника в Мариинском дворце в мае 90-го года, когда на заседании городского парламента, цитата, «утверждали депутатский мандат Собчаку, тоже избранному депутатом Ленсовета», конец цитаты. В городской парламент Собчака действительно избрали 13 мая 90-го года, но остававшийся вакантным после мартовских выборов мандат, чтобы сделать его председателем Ленсовета. 23 мая, через 10 дней после избрания его депутатом, Собчак стал спикером городского парламента. Именно в эти дни, между 13 и 23 мая 90-го года, Путин официально стал помощником Собчака. 12 июня 91-го года Собчака избрали мэром Ленинграда. По результатам проходившего тогда же референдума в сентябре 91-го года, городу было возвращено старинное название – Санкт-Петербург. Цитата, «В том, что Собчак стал первым всенародно избранным мэром города, вспоминал затем Путин, определенную роль сыграл я. Убедил многих депутатов ввести в Петербурге, так же, как и в Москве, должность мэра. Собчака, как председателя Ленсовета, в любую секунду могли снять те же депутаты. Мне все-таки удалось часть депутатов убедить в том, что это будет целесообразно для города. Кроме того, удалось мобилизовать руководителей районов города, которые придерживались того же мнения. Они не имели права голоса, но могли повлиять на своих депутатов. В итоге решение о введении поста мэра было принято Ленсоветом с перевесом в один голос». Конец цитаты. Перевес в один голос – это аргумент. Но в 1991 году Путин большинству депутатов был неизвестен и авторитетом не пользовался. Идея введения поста мэра принадлежала Комиссии Ленсовета по организации государственной власти под руководством Михаила Горнова. Путин мог, так сказать, убеждать депутатов только как сотрудник КГБ, используя вес стоявшей за ним структуры, и опираясь на весь корпус многочисленных агентов КГБ, внедренных в городской совет. 28 июня 1991 года Собчак создал в городе Комитет по внешним связям – КВС и назначил его председателем Путина. С этого момента авторитет помощника Собчака действительно стал возрастать. Он оказался руководителем очень важного бюрократического учреждения с выходом на зарубеж. В августе 1991 года Путин сыграл определенную роль в непростых переговорах, которые Собчак вел с руководством Ленинградского КГБ, стремясь добиться и добившись нейтралитета КГБ в противостоянии демократических городских властей и ГКЧП. В ходе этих переговоров были оговорены гарантии для чекистов на случай победы демократов. После 21 августа главный ленинградский чекист и ГКЧПист Анатолий Курков цитата «очень порядочный, кстати сказать, человек» конец цитаты по словам Путина не только не подвергся репрессиям, но продолжал занимать пост руководителя КГБ по Ленинграду и Ленинградской области вплоть до конца ноября 1991 года, когда, уйдя в ОДР, переместился в банковскую сферу. Невзирая на протесты бывших диссидентов, на его место Собчак назначил коллегу и друга Путина, генерала госбезопасности Виктора Черкесова. Понятно, что во время августовского путча Путин, стоявший за спиной Собчака, ничем не рисковал даже в случае победы путчистов, так как все его действия были согласованы с его руководством, КГБ. Только после ликвидации ГКЧП Путин вышел из партии, подал рапорт об увольнении со службы и перевелся в ОДР. В конце 1991 года Собчак назначил Путина своим заместителем с сохранением за ним поста председателя КВС. 16 марта 1994 года Собчак в ходе очередной реорганизации учредил в Санкт-Петербурге городское правительство, став его председателем. Первым заместителем председателя правительства, заместителем мэра по международным и внешнеэкономическим связям и председателем КВС был утвержден Путин. В том же году, несколько позже, название его должности было еще раз видоизменено. Первый заместитель мэра Санкт-Петербурга, председатель КВС правительства Санкт-Петербурга. В конце апреля 1995 года премьер-министр Виктор Черномырдин поручил Собчаку создание в Санкт-Петербурге регионального отделения Всероссийского общественно-политического движения «Наш Дом Россия» НДР, про правительственные партии, создаваемые по указанию Ельцина. Было очевидно, что политической задачей будет поддержка кандидатуры Ельцина на президентских выборах 1996 года. Собчак перепоручил этот проект Путину. 5 мая 1995 года прошла учредительная конференция Санкт-Петербургского НДР, где Владимира Владимировича избрали председателем Совета регионального отделения. На учредительном съезде НДР 12 мая 1995 года в Москве Путин вошел в политический совет почти из 126 человек. Летом и осенью 1995 года он руководил проведением кампании по выборам в Государственную Думу Второго Созыва. Выборы НДР проиграло. Так называемая партия власти смогла выставить своего кандидата Алексея Александрова только в Северо-Западном округе, в одном из восьми городских округов. Причем выдвиженец Путина проиграл выборы кандидату от Яблока, Анатолию Голову. По пропорциональной системе список НДР занял в городе третье место – 12%. После Яблока, получившего 16% и КПРФ, получивший 13%. В марте 1996 года Путин вошел в штаб Санкт-Петербургского отделения движения общественной поддержки президента, в которой объединились организации, выступавшие за переизбрание Ельцина. Возглавляя региональный штаб движения и НДР по выборам Ельцина, Путин одновременно занимался избирательной кампанией Собчака по выборам на пост губернатора Санкт-Петербурга. Испортил этот расклад и начал против него открытые действия Коржаков, так как его план состоял в отстрочке выборов и захвате власти в России Коржаковым-Барсуковым-Сосковцом. Разработка Собчака началась, по крайней мере, в мае 1995 года силами второго отдела, борьба с коррупцией, управление по борьбе с экономическими преступлениями, УБЭП, управление внутренних дел СПБ. В декабре 1995 года появилось беспрецедентное совместное распоряжение двух силовых российских министров руководителя Службы безопасности России, так тогда называлась бывшая КГБ и будущая ФСБ Барсукова и министра внутренних дел Куликова, поддержанная генеральным прокурором страны Юрием Скуратовым под названием «О создании межведомственной оперативно-следственной группы для расследования фактов получения взяток должностными лицами мэрии Санкт-Петербурга». Политический характер травли Собчака был очевиден. Группу санкт-петербургских следователей возглавил заместитель начальника Следственного управления Генпрокуратуры России Леонид Прошкин, один из самых известных российских следователей, ведущих важные государственные коррупционные дела, так называемые «важники». За год следственная бригада собрала несколько десятков томов уголовного дела за номер 18 дробь 238-278-95. Собчак пытался защищаться. 20 мая 1996 года Санкт-Петербургский филиал НДР обратился к президенту, генпрокурору и премьер-министру с открытым письмом в защиту мэра, выражая, цитата, «решительный протест против травли и клеветы, развернутой Генеральной прокуратурой». Под предлогом «борьбы с коррупцией» говорилось в письме, генпрокуратура использует свою работу в политических целях, дискредитируя власть. Следственная группа ЛГ Прошкина дает интервью и в нарушении всех процессуальных норм публикует бездоказательные материалы в коммунистической прессе «Советская Россия», «Правда», «Народная правда», которая используется в качестве агитационных листовок в предвыборной борьбе. Обращая внимание на это обстоятельство, петербургская организация «Наш Дом Россия» требует принятия решительных мер для прекращения использования правоохранительных органов в политических целях. Конец цитаты. Среди подписавших письмо был председатель Санкт-Петербургского совета НДР Владимир Путин. Собчак проиграл выборы Владимиру Яковлеву, которого 2 июня 1996 года избрали мэром города. Оставлять Путина у потерявшего власть Собчака в ФСБ считали бессмысленным. Нужно было подыскать для Путина новую должность. Она нашлась. В июне 1996 года Путин отправился в Москву офицером ДР на должность заместителя управляющего делами президента России. После поражения Собчака на выборах так называемое «квартирное дело» не заглохло. В декабре 1996 года следственную группу возглавил новый следователь Генпрокуратуры Николай Михеев. Летом 1997 года по делу были арестованы начальник планово-экономического отдела глав снаба Санкт-Петербургской мэрии Валентина Любина, бывшая помощница мэра по жилищным вопросам Лариса Харченко и начальник аппарата мэра Виктор Кручинин. К осени, опираясь на показания арестованных и другие собранные материалы, следствие было уже готово выдвинуть обвинения против самого Собчака и членов его ближайшего окружения. Планировались аресты целой группы лиц, включающей Собчака. Путин в то время был уже в Москве на недосягаемой для санкт-петербургских следователей высоте, но прикрывал Собчака, понимая, что косвенно защищает этим себя, так как следствие докопалось и до махинаций Путина. В записке следствия под названием «О некоторых аспектах работы оперативно-следственной бригады МВД в Санкт-Петербурге» о Путине говорилось, цитата, «Получены данные, содержащие признаки преступления, использование служебного положения в корыстных целях в отношении Путина, одного из высокопоставленных чиновников администрации президента, члена команды Чубайса, занимаемое в настоящее время Путиным служебное положение сильно осложняет деятельность оперативно-следственной группы и позволяет А. Собчаку чувствовать себя в относительной безопасности». Конец цитаты. Путин блокировал так называемые «квартирные дела Собчака» как мог. Прокурором Санкт-Петербурга был возбужден ряд уголовных дел в отношении офицеров городской милиции, вовлеченных в расследование дела. Несколько сотрудников милиции, в том числе руководящих, были арестованы. В Москву зачастила жена Собчака Людмила Нарусова. Разговаривали они всегда наедине, поэтому подробности их бесед неизвестны. Но именно Нарусова сообщила Путину, что на коллегии Генпрокуратуры России после долгих дебатов было принято решение об аресте Собчака, а арест Собчака ставил под угрозу все его окружение, в том числе Путина. 3 октября 1997 года теперь уже бывшего мэра вызвали на допрос в прокуратуру. Ожидалось, что ему предъявят обвинение с последующим арестом. Допустить этого не могли ни демократы, символов которых был Собчак, ни Путин, которому после ареста потянулись бы нити расследования. По просьбе Путина спецотряд быстрого реагирования регионального управления по борьбе с преступностью, РУБОП, вывез допрашиваемого Собчака прямо из прокуратуры в больницу, где начальник военно-медицинской академии Юрий Шевченко, человек, близкий к семье Собчака и хорошей знакомой Путина, поставил Собчаку диагноз, вызвавший тогда серьезные сомнения обширный инфаркт. Понимая, что Собчака выводят из-под ареста, следователь Михеев встретился с руководством Министерства здравоохранения и договорился об обследовании Собчака столичной профессурой, однако судебной медэкспертизе не суждено было состояться. За три дня до приезда в Санкт-Петербург группы московских кардиологов 7 ноября 1997 года офицеры РУБОП, Дмитрий Шаханов и Дмитрий Милин под руководством первого заместителя начальника управления ФСБ по Санкт-Петербургу Александра Григорьева забрали Собчака из госпиталя и вывезли его в Париж на частном самолете финской авиакомпании JetFlight, зафрахтованным известным виолончелистом и дирижером Мстиславом Ростроповичем. Прямо на взлетную полосу аэропорта Пулково стремительно выехала машина скорой помощи, из нее вышли Анатолий Собчак и Людмила Нарусова, сели в самолет и улетели. Операцию по вывозу Собчака организовывал и контролировал Путин. Его новая должность в Москве была очевидным повышением. Будучи заместителем руководителя управления делами президента УДП, Путин надзирал за недвижимостью стоимостью примерно 600 миллиардов долларов, находившейся на балансе управления. После распада СССР указом Ельцина зарубежная собственность России также перешла в распоряжение УДП, а состояла она из 2559 объектов площадью 2 миллиона квадратных метров в 120 странах и по балансам оценивалась в 2667 миллиардов долларов. Часть российской загрансобственности находилась теперь на территории бывших республик. Что-то передавалось новым странам и бывшим восточноевропейским союзникам безвозмездно. Для людей предприимчивых это открывало самые широкие возможности, так как объекты по договоренности могли передаваться за согласованные сторонами суммы или бесплатно. Речь шла о движении сотен миллионов неучтенной валюты. Бывший советский гражданин, живущий в Швейцарии, консультант крупного швейцарского банка Филипп Туровер вспоминает, цитата, «Володя Путин – это особая и длинная история. Мне доводилось с ним сталкиваться. Восемь месяцев своей работы в управлении делами президента в 1996-1997 годах Путин отвечал за советскую собственность за рубежом. Объясню. Кроме долгов от бывшего Советского Союза, Россия получила многомиллиардную собственность за рубежом, в том числе и принадлежащую КПСС. В 1995-1996 годах на нее претендовали различные организации МИД, Минмарфлот и многие другие. Но в конце 1996 года Ельцин издал указ о том, что вся собственность СССР и КПСС за рубежом переходит совсем не Министерству государственного имущества, а почему-то в управление делами президента. И вот тут на нее и наложил лапу господин Путин. Естественно, по команде сверху. Когда он приступил к так называемой классификации собственности бывшего СССР и КПСС в 1997 году, тут же были созданы всевозможные подставные фирмы АО и ООО. На эти структуры и оформлялась большая часть самой дорогой недвижимости и другие зарубежные активы. Таким образом, до государства зарубежная собственность дошла в весьма общипанном виде. Формально руководил УДП Павел Бородин. До 1993 года он был председателем Якутского городского совета. На этом посту он сумел понравиться Ельцину, посетившему в декабре 1990 года край, и в ноябре 1993 года стал первым руководителем нового управления. Однако отношения Бородина и его зама Путина не сложились. С точки зрения Бородина, офицер Дейр Путин был засланным к нему шпионом госбезопасности, получившим доступ ко всем тайнам ведомства УДП, сравнимым по ваш штабам, пожалуй, только с Газпромом. Подозрительный Бородин даже не пустил Путина в основной офис управления в Никитском переулке. Кабинет засланного к нему офицера госбезопасности находился на Варварке. 25 марта 1997 года офицера Дейр Путина перевели на должность заместителя руководителя администрации президента и начальника главного контрольного управления ГКУ. Его непосредственным начальником в администрации президента стал многолетний агент госбезопасности Юмашев, сменивший Чубайса на посту руководителя администрации президента Ельцина. Так что, несмотря на увольнение Коржакова, удавка госбезопасности на шее Ельцина не ослабла. Генералы КГБ и ФСБ постепенно просачивались в Кремль. В том же 1997 году, благодаря усилиям Савастьянова как заместителя руководителя администрации президента, действующий сотрудник ФСБ генерал-лейтенант Виктор Кондратов стал полномочным представителем Ельцина по существу губернатором в Приморском крае. После ухода с поста в 1999 году, что еще более симптоматично, Кондратов вернулся на службу в центральный аппарат ФСБ в Москву. Тем временем, ВВ из тесного офиса на Варварке перебрался на Старую площадь, в роскошный кабинет, который некогда принадлежал председателю КПК при ЦК КПСС, члену Политбюро Арвиду Пельше. Рассказывая о планах на новой должности, Путин сообщил о планируемых им проверках различных государственных структур, естественных монополий, вооруженных сил и ВПК. Он рассчитывал выявить в этих структурах злоупотребление и возбудить уголовные дела. Еще одним направлением его работы стала борьба с нецелевым использованием бюджетных средств. Путин кропотливо накапливал информацию о получивших от Ельцина абсолютную свободу губернаторах. Из недр ГКУ в Кремль и на Лубянку стали поступать сводки о положении дел в регионах. Участились и более жестко стали проверяться Центром организованной ГКУ региональной проверки. Некоторые губернаторы справедливо предполагали, что Путин таким образом собирает на них компромат, что было несложно. Нецелевое использование бюджетных средств происходило повсеместно. В мае 1998 года в администрации Ельцина прошли очередные кадровые перестановки. 25 мая Путин получил должность первого заместителя главы президентской администрации. 1 июня на посту руководителя ГКУ Путина сменил генерал-лейтенант госбезопасности Николай Патрушев, выходец из Санкт-Петербурга и приятель Путина, которого тот перетащил в Москву. Он же рекомендовал назначить Патрушева своим преемником. 4 июня в ходе первой пресс-конференции в новой должности Путин рассказал о результатах своей деятельности на посту главы ГКУ, выявленных в злоупотреблениях при нецелевом использовании бюджетных средств. В частности, указал на нарушения, обнаруженные в финансовой деятельности компании Росвооружение. На самом деле, проверка была вызвана прежде всего тем, что во главе этой структуры стоял человек Коржакова, Евгений Ананьев, сменивший прежнего ставленника Коржакова Котелкина. Путин же задумал поставить руководителем этого третьего после нефти и газа лакомого куска российской экономики своего человека. В итоге он добился увольнение Ананьева и назначение руководителем Росвооружения своего сослуживца по разведке Андрея Бельянинова. Первым заместителем Бельянинова Путин поставил еще одного своего товарища по КГБ, с которым вместе служил в Дрездене Сергея Чемизова. Летом 1998 года произошло почти незамеченное общественностью событие, которое следует считать предотвращенной ФСБ попыткой коммунистического реванша в России, устранении генерала Льва Рохлина, пытавшегося поднять военный мятеж, свергнуть Ельцина и возродить коммунистическую систему правления. Рохлин стал известен во время Чеченской войны. Это была не первая война за его военную карьеру. В прежние годы он воевал в Афганистане, затем в Закавказье, где молодой генерал командовал мотострелковой дивизией, переведенной в январе 90-го года в состав Закавказского пограничного округа пограничных войск КГБ. Соответственно, Рохлин и офицеры его дивизии были зачислены в штат КГБ. После распада СССР и упразднения КГБ, Рохлин стал командующим 8-м гвардейским корпусом, дислоцированным в Волгограде. Одновременно он был начальником гарнизона города. С 1 декабря 1994 по февраль 1995 года Рохлин занимался усмирением мятежной Чечни. Корпус под его командованием понес наименьшие потери, и за успех военной операции генералу Рохлину присвоили звание Героя России, от которого он, впрочем, отказался. В декабре 1995 года Рохлин стал депутатом Государственной Думы второго созыва и начал заниматься политической деятельностью. В сентябре 1997 года создал движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. В Оргкомитет движения вошли высокопоставленные сотрудники спецслужб и армии, в частности, бывший глава КГБ и ГКЧП Владимир Крючков, бывший министр обороны Родионов и бывший командующий ВДВ Владислав Ачалов. С января 1996 по май 1998 года Рохлин являлся председателем Комитета Госдумы по обороне, однако был отстранен от этой должности в связи с его нахождением в резкой оппозиции к президенту Ельцину. В июне 1998 года побывал в расположении 8-го гвардейского корпуса которым сравнительно недавно командовал, где заручился поддержкой офицеров для организации военного переворота в стране. За несколько дней до перехода генерала Рохлина на нелегальное положение для руководства задуманным им мятежом в ночь со 2-го на 3-е июля 1998 года он был убит на своей даче при загадочных обстоятельствах. Мятеж не состоялся. 8-й гвардейский корпус быстро расформировали, а значительную часть офицеров корпуса уволили из армии. В числе активных участников мятежа был бывший руководитель СБП Ельцина Коржаков. В частности, именно Коржаков, будучи депутатом Думы от Тульской области, дал заказ одному из тульских заводов на изготовление 200 тяжелых прицепов, на которых планировалось быстро доставить военную технику 8-го гвардейского корпуса из Волгограда в Москву. Вот что рассказывал об этом Коржаков в одном из интервью 16-го года. Цитата. «В заговоре с нами были разные люди. Были те, кто с Хасбулатовым был в 93-м году. У них совершенно другие цели были. Вернуть СССР, коммунизм. Я был против этого. Мне не нужен был снова СССР. Нахватался. Моя задача была помочь Рохлину, чтобы его бойцы преодолели расстояние от места дислокации от Волгограда до Кремля. Чтобы преодолеть это расстояние, нужно было прицепы прикрепить к танкам и бронетранспортерам. Мне, как депутату от Тулы, было поручено это сделать. На 240 тысяч долларов я заказал прицепы. Они до сих пор лежат. Все проржавели, потому что заказчик не пришел. Некому было прийти. Меня до сих пор ждут на Скуратовском заводе в Туле. По его чертежам заказал заготовки, чтобы весь корпус Рохлина сюда в Москву перебросить из Волгограда. Я в заговоре был. Я этого не стесняюсь. Когда Анатолий Чубайс был у власти регентом, нечего было делать, Кремль взять. Это тьфу. Одного корпуса было вот так достаточно, и никто бы не подчинился Ельцину после 93-го и 96-го года. Конец цитаты. Весьма интересны в связи с этим воспоминания человека, входившего в близкий круг президента Ельцина, бывшего первого вице-премьер-министра, министра печати и информации Михаила Полторанина, прозвучавший во время презентации 10 ноября 2010 года в Москве в здании книжного магазина «Библиоглобус», фактически находящегося в здании Лубянки. Его книги «Власть в тротиловом эквиваленте» «Хроника царя Бориса». Полторанин считал, что убийство Рохлина организовывал Путин. Цитата. «Я не мог сказать прямо, что Путин организовал убийство Рохлина. Сразу подадут в суд и потребуют доказательств. А прямых доказательств, как вы понимаете, у меня нет». Однако вся совокупность, достоверно установленных событий и фактов вокруг этого убийства показывает, что это отнюдь не моя, так сказать, догадка или вольное, так сказать, предположение. Решение об убийстве я знаю точно. Принимали на даче в своем узком кругу четыре человека Ельцин, Волошин, Юмашев и Дьяченко. Хотели сначала поручить Савастьянову, руководителю московского ФСБ, но затем остановились на чекисте, цитата, с холодными рыбьими глазами, конец цитаты, способным на все. И вряд ли случайно, что фактически сразу же после убийства Рохлина главу тогдашнего ФСБ Николая Ковалева ночью подняли с постели и в спешном порядке всего в течение двадцати минут заставили в соответствии с указом президента передать свои полномочия вновь назначенному В. Путину. И это касалось мощнейшей спецслужбы в мире. За какие заслуги? И случайно ли все это? Конец цитаты. Журналист Олег Кашин дополняет рассказ Полторанина со ссылкой на свою с ним беседу. Цитата. Рохлин действительно нашел в Полторанине единомышленника. Полторанин говорит, что Рохлин готовил вооруженный мятеж, собирался отстранить Бориса Ельцина надвласти и передать ее так называемому Комитету национального спасения. Во главе комитета он хотел поставить Лужкова и Лужков об этом конечно знал. Конец цитаты. О том же упоминает в интервью бывший помощник Рохлина Петр Хомяков. Цитата. Лужков был непосредственным участником проекта Рохлина. Конец цитаты. В это повествование следует внести несколько уточнений. Николай Ковалев возглавлял ФСБ с 9 июля 96-го по 25 июля 98-го года. Полторанин несколько сжимает временные сроки, когда указывает, что Путина назначили директором ФСБ цитата фактически сразу же после убийства Рохлина. Конец цитаты. Не сразу же. Савастьянов до 2 декабря 94-го года руководил управлением ФСБ по Москве и Московской области и последующие годы оставался близок к Лужкову, Бабкову и группе Мост, в которой формально работал летом 96-го года, а в июне 96-го года был вовлечен в конфликт, завершившийся отставкой Коржакова, Барсукова и Сосковца. С августа 96-го по декабрь 98-го года Савастьянов был заместителем руководителя администрации президента по кадровым вопросам и курировал присвоение воинских званий и назначение на должности. В феврале 2000-го года его зарегистрировали кандидатом в президенты России как оппонента Путину, но он вскоре снял свою кандидатуру с президентской гонки в пользу Григория Явлинского. Из всего этого следует, что Савастьянов мог обсуждаться в Кремле как кандидатура руководителя операции по устранению Рохлина, но при имевшихся конфликтах Савастьянова с Коржаковым вряд ли можно предположить, что Лужков стал бы участвовать в заговоре, участником которого являлись Коржаков и Рохлин. 25-го июля 98-го года Путин был назначен директором ФСБ вместо Ковалева, считавшегося союзником Лужкова, то есть группы Петовранова-Бабкова. Ковалев, как и когда-то Коржаков, попытался взять под свой контроль основные экономические структуры страны с помощью двух самых крупных в ФСБ экономических отделов Управления экономической контрразведки УЭК и Управления контрразведывательного обеспечения стратегических объектов у Кросо. Это не могло не насторожить окружение Ельцина, опасавшееся усиления позиций Лужкова и группы Мост. Соответственно, Путин должен был обеспечить прежде всего ослабление группы Мост и Лужкова. Но начал Путин с реформирования ФСБ, дабы ослабить его экономические отделы и засевший в них старый генералитет. Он вывел за штат примерно две тысячи офицеров, включая сотрудников этих отделов и генералов коллегии ФСБ, а на освободившиеся вакансии в коллегии назначил выходцев из Санкт-Петербурга, бывших своих сослуживцев, генералов Виктора Черкесова, Сергея Иванова и Александра Григорьева. В октябре 98-го года своим заместителем в ФСБ он сделал Патрушева. В Москву также перевели коллег Путина по Ленинградскому КГБ Владимира Проничева, ставшего начальником департамента по борьбе с терроризмом, и Виктора Петровича Иванова, назначенного начальником управления собственной безопасности УСБ-ФСБ внутренней контрразведки. Личным помощником и доверенным лицом Путина в ФСБ стал капитан Игорь Сечин, меньше чем за полгода дослужившийся до полковника. В ранг полковника был произведен и директор ФСБ Путин. Вместо упраздненных УЭК и УКРОСО глава ФСБ создал шесть новых управлений во главе с новыми руководителями. В них Путин вернул на службу выведенных за штат сотрудников, завершив этим реорганизацию, на которую ушел примерно месяц. Без работы никто из, так сказать, выведенных за штат в конечном итоге не остался. Общее число сотрудников ФСБ Путин не сократил, а сделал работу в ФСБ более привлекательной, добившись непосредственно у Ельцина согласия на повышение зарплат сотрудникам, которых теперь в денежном содержании уравняли с офицерами СВР и Федерального агентства правительственной связи и информации ФАПСИ. 10 сентября 1998 года госбезопасность приблизилась еще на один шаг к захвату власти. На пост председателя правительства представили бывшего директора СВР Евгения Примакова. 11 сентября Госдума голосами 315 депутатов из 450 утвердила его в должности, в том числе оппозиционная фракция КПРФ, ранее дважды отклонившая кандидатуру Виктора Черномырдина, не являвшегося офицером госбезопасности. Дни Ельцина теперь уже были окончательно сочтены. Примаков должен был дождаться досрочной отставки Ельцина и стать исполняющим обязанности президента. Операция по захвату власти в России на этом завершалась. Оставалось только дотянуть до президентских выборов 2000-го года. Дотянули не все. 30 ноября 99-го года умер Питавранов. Примаков тоже не дотянул до президентских выборов, но не в физическом плане, а в политическом. Используя поддержку парламентского большинства и скандальное разоблачение генпрокурора Юрия Скуратова против Ельцина и его семьи. Примаков постепенно перетягивал на себя одеяло власти. В Государственной Думе коммунисты пытались повернуть против Ельцина волну антиамериканских настроений из-за югославского кризиса и вынашивали планы импичмента президента. В правительстве Примакова бывшие функционеры Компартии получили ключевые посты. Власть постепенно оказалась в руках старых прокоммунистических сил. Оплотом Ельцина оставался лишь Кремль, который практически бездействовал, так как был бессилен. Примаков же, стоявший во главе этого переворота, умело создавал впечатление, что является дамбой, сдерживающей очередную попытку коммунистического реванша. Ждать до президентских выборов на самом деле никто не планировал. Ситуация начинала напоминать март 96-го, года, и Лубянка вернулась к старой коржаковской схеме введения ЧП и отмены выборов со ссылкой на Чеченскую войну, которую, разумеется, нужно было сначала развязать. Компания по ее возобновлению началась в марте 99-го года. В это время произошли два важнейших назначения. 19-го марта Юмашево заменил на посту руководителя администрации президента Александр Волошин, которого в Кремль привел Березовский. 29-го марта Путина подняли еще на одну ступень ближе к власти. В этот день он стал еще и секретарем Совета безопасности РФ с сохранением должности директора ФСБ. В январе 2000-го года бывший директор ФСК и организатор Первой Чеченской войны Степашин пролил определенный свет на смысл происходивших назначений. Цитата «Решение о вторжении в Чечню было принято еще в марте 99-го года». Конец цитаты. Интервенция была, так сказать, запланирована на цитата «Август-сентябрь». Это произошло бы даже если бы не было взрыва в Москве. Я готовился к активной интервенции. Мы планировали оказаться к северу от Терека в августе-сентябре 99-го года. Путин, бывший в то время директором ФСБ, обладал этой информацией». Конец цитаты. Итак, планирование Второй Чеченской войны снова поручили Степашину. Именно поэтому 12 мая 99-го года Примаков, находившийся в зените своей славы и популярности, был снят с поста премьер-министра и заменен Степашиным, который должен был таскать для Лубянки каштаны из огня вместе со своим новым напарником, директором ФСБ Путиным. Поскольку за этими переназначениями стояла госбезопасность, отставка Примакова, утверждение Степашина и повышение Путина удивительным образом не вызвало возражений левой оппозиции в Думе, контролируемой спецслужбами. В этот момент словно карточный домик рухнуло виртуальное коммунистическое могущество. Мгновенно прекратились разговоры об импичменте. Подал в отставку ретивый генпрокурор Скуратов. Но избавившись от премьер-министра Примакова, бывшего директора СВР, Ельцин сделал следующим своим премьер-приемником еще одного ставленника из колоды госбезопасности, бывшего директора ФСК, при котором, как планировал Бабков, в случае победы Степашина на выборах правительство возглавит Лужков. Пиар прикрытие этой операции должен был осуществлять Сергей Зверев, ставший заместителем руководителя администрации президента в день назначения Степашина 12 мая 99 года. К этому времени Зверев занимал по крайней мере два важнейших поста, требуемых для операции преемник. В 96 году он стал президентом ТОО группа МОСТ, а в 98 году заместителем председателя правления РАО Газпром. Подтверждение тому, что Ельцин рассматривал в тот момент Лужкова как кандидата на пост премьер-министра или даже президента, мы находим в воспоминаниях дочери Ельцина Дьяченко. Цитата. Что было бы со страной, если бы осенью 98 года премьер-министром был назначен Юрий Михайлович Лужков, который с вероятностью 99,9% стал бы летом 2000 года президентом, я всегда была уверена, что ничего хорошего. Конец цитаты. Из этого со всей очевидностью следовало, что с момента назначения Степашина премьер-министром все те, кто окружал Дьяченко, Волошин, Юмашев, Абрамович и Березовский, стали усиленно работать над отставкой Степашина, дабы не допустить захвата им и Лужковым, двух главных постов в стране. По линии спецслужб подрыв авторитета Степашина в глазах Ельцина организовывался через спровоцированное вторжение боевиков Шамиля Басаева в Дагестан, а вот авторитет мэра Москвы уничтожали терактами в столице России. В те дни еще существовала свобода прессы. 2 июля 1999 года, то есть вскоре после назначения Степашина и Зверева, журналист Александр Жилин получил свое распоряжение некий документ, датированный 29 июня 1999 года. Газетчик считал, что документ исходит из Кремля и что так называемую утечку организовал Зверев. Содержание документа не могло не вызвать недоумения. Если бы документ опубликовали после сентябрьских взрывов 1999 года, все бы считали, что он является поздней фальсификацией, но документ под названием «Буря в Москве» появился в «Московской правде» 22 июля 1999 года. Цитата. Конфиденциально некоторая информация о планах в отношении Лужкова ЮМ и обстановки в Москве. Из надежных источников стало известно следующее. Одной из аналитических групп, работающих на администрацию президента, разработан план дискредитации Лужкова с помощью провокационных мероприятий, призванных дестабилизировать социально-психологическую ситуацию в Москве. Между собой разработчики называют его «Бурей в Москве». По утверждению источников, город ожидают потрясения. Так планируется проведение громких террористических актов или попыток терактов в отношении ряда государственных учреждений – зданий ФСБ, МВД, Совета Федерации, Мосгорсуда, Московского арбитражного суда, ряда других правительственных зданий. Предусмотрено похищение известных людей и обычных граждан так называемыми чеченскими боевиками. Отдельной главой прописаны так называемые криминально-силовые действия против коммерческих структур и бизнесменов, поддерживающих Лужкова. Дана команда поднять и наработать дополнительно так называемый оперативный материал по Кобзону, Гусинскому и Мост-Мидия, Джабраилову, Лучанскому, Торпищеву, Таранцеву, Орджоникидзе, Батуриной, жена Лужкова, Громову, Евтушенкову, П. Гусеву и другим персонам. В частности, инциденты вблизи офиса Кобзона и русского золота якобы произошли согласно плану, о котором идет речь. Цель создать твердое убеждение, что бизнес тех, кто поддерживает Лужкова, будет разрушен, а безопасность самих единомышленников не гарантирована. Разработана отдельная программа, направленная на стравливание между собой действующих в Москве организованных преступных групп и провоцирование войны между ними, что по замыслу авторов создаст в столице невыносимую криминогенную обстановку, с одной стороны, и позволит прикрыть спланированные теракты против госучреждений криминальными разборками и хаосом с другой. Данные, так сказать, мероприятия преследуют несколько целей. Создание в Москве обстановки страха и иллюзии криминального беспредела, инициирование отстранения от должности нынешнего главы УВД Москвы, насаждение москвичам убеждения, что Лужков потерял контроль над ситуацией в городе. Кроме того, по информации источников, параллельно с этим в прессу будет сделан мощный вброс информации о том, кто в правительстве Москвы связан с мафией и организованной преступностью. В частности, главным куратором этнических организованных преступных групп будет представлен господин Орджоникидзе, которого в прессе свяжут в том числе с чеченскими преступниками, получившими в распоряжении Киевский вокзал, отель Редисон Славянская, торговый комплекс на Манежной площади и так далее. Через так называемую красную и патриотическую прессу пойдут материалы о засилии Москвы кавказцами, об их беспределе в столице, в ущерб безопасности и благополучию москвичей. Статистика на сей счет в МВД уже подбирается. Кроме того, через этот же канал будут реализованы уже сфабрикованы материалы о так называемых связях Лужкова со всемирной сионистской или сектантской организацией. Конец цитаты. 3 августа 99-го года московская газета «Версия» опубликовала статью под названием «Сговор», о состоявшейся в Ницце 3 и 4 июля 99-го года «Тайной встречи Волошина и Басаева», организованной полковником ГРУ Суриковым. Основной тезис этой обширной публикации, явившейся первой из серии статьи о подготовке вторжений чеченских боевиков Басаева в Дагестан, сводился к тому, что вторжение чеченцев Басаева в Дагестан через Волошина согласовывалось с Кремлем. В эту невероятную историю, казалось бы, невозможно было поверить, но после публикации версии стали происходить события абсолютно фантастические. В день публикации 3 августа Сергея Зверева выставили за дверь администрации. Он стал самым кратковременным заместителем руководителя администрации президента. 7 августа Басаев действительно вторгся в Дагестан с отрядом чеченских боевиков. 9 августа Степашина сняли с поста премьер-министра и заменили Путиным. А 24 августа Суриков дал пространное интервью версии, в котором подтвердил, что действительно организовывал встречу Басаева и Волошина в Ницце. Еще через несколько дней начал реализовываться план бури в Москве. 31 августа 99-го года произошел теракт в торговом комплексе Охотный ряд на Манежной площади. Погиб один человек, а 40 получили ранения. Правительство немедленно предложило к рассмотрению так называемую чеченскую версию, хотя трудно было предположить, что чеченцы будут устраивать теракт в комплексе, генеральным директором которого являлся их земляк Умар Джабраилов. За подготовку и проведение теракта впоследствии, как сообщили правоохранительные органы, был арестован цитата некий Рыженков, выдающий себя за генерала ФСБ. Конец цитаты. В августе 1999 года произошло еще одно событие, внешне не имевшее никакого отношения к событиям историческим. 2 августа 1999 года в Санкт-Петербурге умер отец Путина Владимир Спиридонович Путин. Мать Путина, Мария Ивановна Путина Шеломова, умерла годом ранее, 6 июля 1998 года. Это по официальным сведениям, которые, видимо, не соответствуют действительности, потому что в 15-м году в автобиографическом очерке, опубликованном в журнале «Русский пионер», Путин писал, что мать цитата «дожила до 99-го года, а отец умер в конце 98-го», конец цитаты. А в интервью американскому режиссеру Оливера Стоуну в 17-м году Путин рассказывал, что цитата «отец не дожил буквально два месяца до того, как я был назначен премьер-министром», конец цитаты. Хотя Путин был назначен и о премьер-министре через неделю после официальной даты смерти отца, а премьер-министром стал 16-го августа через две недели. Иными словами, Путин понятия не имел, когда именно умерли его родители, что, конечно же, не может не вернуть нас к живущей в Грузии вере Павловне Путиной, на которую он как две капли воды похож, и которая утверждает, что она и есть настоящая мать Путина. Со смертью ленинградских родителей Путина закрылась очень важная глава его биографии, и были навсегда похоронены ответы на очень многие вопросы, как если бы кто-то уже в 99-м году расчищал Путину проход в Кремль, создавая ему незапятнанную биографию, так сказать, подходящую для президента России. Если требуются формальные доказательства того, что приведение Путина к власти планировалось как каскад манипуляций с российским законодательством, то они имеются. Сосковец неслучайно занимал свое время должность вице-премьеры. Именно с этой должности, из-за нюансов российского законодательства, он сначала должен был быть возведен на пост ИО председателя правительства, и только потом ИО президента. После снятия Сосковца должность вице-премьера ликвидировали, однако 9 августа 99-го года ее возродили под Путина, которого в этот же день указом президента назначили еще и первым заместителем председателя правительства. Одновременно следующим указом Ельцина Степашина отправили в отставку, и Путин стал временно исполняющим обязанности главы правительства. Освободившуюся должность директора ФСБ перехватил приятель Путина Патрушев. В своем телеобращении Ельцин уже 9 августа назвал Путина Путина преемником на пост президента РФ. Цитата «Сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять великую Россию. В телеинтервью в тот же день Путин заверил, что принимает предложение Ельцина и будет баллотироваться на пост президента». 16 августа 1999 года Государственная Дума подтвердила полномочия Путина как председателя правительства. 233 голоса «За», 84 «Против», 17 «Воздержались». «За» проголосовали 32 депутата из фракции КПРФ, в том числе спикер Думы Селезнев. 52 депутата от КПРФ были против, остальные воздержались или не голосовали. Геннадий Зюганов не голосовал. Против проголосовала также часть депутатов левой фракции народовластия. Из фракции «Яблоко» за утверждение голосовали 18 депутатов, в том числе Григорий Явлинский. 8 «Яблочников» были против, остальные не голосовали или воздержались. Прочие фракции голосовали за утверждение практически единогласно. Итак, на 9 августа 1999 года, после отставки сначала Примакова, а затем Степашина, Лубянка образовала два новых фронта для победоносного захвата Кремля. Фронт Примакова-Лужкова при пиар-прикрытии медиамост Гусинского-Зверева и фронт Путина и так называемой семьи Ельцина при пропагандистском прикрытии первого канала российского телевидения, контролируемого Березовским. Для Лубянки не имело особого значения, кто именно победит в этой схватке. Власть во всех случаях получала госбезопасность. Тем не менее, между 9 августа и так называемыми июльскими выборами 2000 года они оказались мартовскими. Нужно было провести еще одни выборы в Государственную Думу. Именно они и должны были продемонстрировать Лубянке, кто из претендентов на президентское кресло его действительно достоин, Путин или Примаков. Примаков тут же примкнул к заблаговременно созданной Лужковым партии Отечество Вся Россия, которая, в свою очередь, образовалась из Отечества, созданного Лужковым в январе 99-го года и всей России, созданной в апреле 99-го года Ментимером Шаймиевым. Объединение этих двух партий представляло для Кремля серьезную угрозу. У Путина, как и у Ельцина, партии не было. Ее нужно было срочно создавать. Эту нелегкую работу взял на себя Березовский. И в рекордно короткий срок на деньги Сибнефти Романа Абрамовича создал партию губернаторов Межрегиональное движение Единства сокращенно Медведь. Березовский называл свое детище партией губернаторов, поскольку он договорился с ними о том, что в обмен на поддержку Путина на выборах сначала в Думу, а затем и президентских, губернаторам после победы Путина оставят власть, которую они сосредоточили в своих руках при Ельцине и не станут переподчинять Кремлю. Основным орудием в пиар компании Березовского и Первого канала стал тележурналист Сергей Доренко. Березовский искренне верил в то, что Доренко придумал он сам. В действительности журналист был давним агентом Пятого управления КГБ. По отведенной ему теперь роли, он участвовал в конкурентной борьбе Путина Примакова на стороне Путина. Доренко родился в 59-м году в семье военного летчика, завершившего военную службу в здании генерал-майора. Естественно, воспитывался Доренко в духе патриотизма, что в определенной степени повлияло на его судьбу. Во второй половине 70-х Доренко поступил в Университет дружбы народов. УНД создавался в 60-м году для оказания культурной помощи странам, освободившимся от колониальной зависимости. Основной его задачей была подготовка высококвалифицированных кадров для стран Азии, Африки, Латинской Америки. Таковой была официальная версия создания ВУЗа. На самом деле главной целью учебного заведения было распространение экономического и политического влияния СССР в странах третьего мира, получивший образование в УДН специалисты у себя на родине со временем занимали высокие позиции в управлении государством. Многие являлись завербованными агентами советской разведки, продолжавшими после своего возвращения агентурную деятельность в интересах СССР. Наиболее выдающиеся из их числа зачислялись на службу в управлении нелегальной разведки ПГУ и становились кадровыми советскими разведчиками-нелегалами. В годы, когда в УДН обучалась будущая звезда российского телеэкрана Доренко, второе отделение третьего отдела пятого управления, курировавшее УДН, возглавлял подполковник Вячеслав Киктев, подчиненные которого завербовали патриотично настроенного Доренко в качестве агента госбезопасности. Завербованный студент, помимо использования его для изучения иностранных и советских студентов УДН, был задействован в работе иностранных делегаций, пребывавших в СССР из развивающихся стран. Эта деятельность обеспечивала ему определенный заработок и давала возможность оттачивать агентурное мастерство. Положительная характеристика органов позволила Доренко в 1982 сразу же по окончанию УДН отправиться в зарубежную командировку в Анголу, где он работал переводчиком в ряде советских представительств, в том числе в представительстве Государственного комитета Совета министров СССР по внешним экономическим связям, в составе которого имелось главное инженерное управление, осуществлявшее военные поставки. В 1984 году Доренко вернулся из Африки. Годом позже там же в Анголе оказался Игорь Сечин, у которого с Доренко во время их пребывания в Анголе был общий куратор от КГБ. По возвращении в Москву неимевшего журналистского образования Доренко взяли на работу на центральное телевидение в качестве редактора службы внешних сношений. На счастье Доренко центральное телевидение в те дни контрразведывательно наблюдалось первым отделением 14-го отдела 5-го управления КГБ, возглавляемым подполковником Камельковым, ранее курировавшим УДН, где учился Доренко. В пропагандистской кампании, связанной с думскими выборами 99-го года и президентскими выборами 2000-го года, Доренко противостояли структуры Гусинского, прежде всего принадлежавшей медиамосту канал НТВ, активно поддерживавший блок Отечества вся Россия и резко критиковавший прокремлевский блок Единства. Играли ва-банк. Волошин открыто угрожал Гусинскому и Малашенко, что в случае победы уничтожит империю Гусинского, а самого Гусинского посадит. Объяснить Волошину, что он не является самостоятельным игроком в этой кампании, а работает на госбезопасность и Бобкова, Гусинский не рискнул. По линии спецслужб подготовка к парламентским выборам 99-го года и президентским выборам 2000-го года шла в обычном режиме. Теракты и война как предлог для введения ЧП и отмены выборов, если в этом возникнет необходимость. Степашин, назначенный было премьер-министром, подготовить эту операцию до своей отставки не успел. Теперь все легло на плечи Путина и Патрушева. Обратим внимание на то, что вторжение Басаева в Дагестан в августе 99-го не было объявлено и использовано российским руководством как повод для начала военных действий против Чеченской республики. И вовсе не потому, что, формально говоря, из-за этого нельзя было объявлять войну. Для начала войны с Чечней всего этого было достаточно. Однако вторжение в Дагестан было недостаточно для того, чтобы объявить ЧП во всей Российской Федерации и под этим предлогом отменить выборы. Для этого нужны были теракты, причем помощнее, чем недоразумение времен Первой Чеченской войны. 4 сентября 99-го года в дагестанском городе Буйнакск был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный невдалеке от жилого дома военного городка. Погибли 64 жителя, военные и члены их семей. В тот же день в Буйнакске обнаружили заминированный автомобиль ЗИЛ-130, в котором находились 2706 килограммов взрывчатого вещества. Автомобиль стоял на парковке в районе жилых домов и военного госпиталя. Взрыв предотвратили бдительные местные граждане. Иными словами, второй теракт в Буйнакске предотвратили не спецслужбы и не правоохранительные органы, а сами горожане. Взрыв в Буйнакске 4 сентября готовился и осуществлялся ГРУ во главе с генерал-полковником Валентином Корабельниковым. Операцией руководил начальник 14-го управления ГРУ генерал-лейтенант Николай Костечко. Осуществлением теракта занималась группа офицеров ГРУ из 12 человек, посланная для этого в командировку в Тагестан. Известно об этом стало из показаний старшего лейтенанта ГРУ Алексея Галкина, взятого в плен чеченской стороной в ноябре 99-го года. После бегства из плена Галкин в интервью новой газете в 2002 году не стал утверждать, что данные им показания чеченским повстанцам были даны под пытками и не соответствовали действительности. Теракты в Москве, Волгодонске и Рязани произошли через несколько дней. Ранним утром 9 сентября был взорван жилой дом на улице Гурьянова в Москве. Ранним утром 13 сентября на воздух взлетел дом на Каширском шоссе. 16 сентября взорвался жилой дом в Волгодонске. Вечером 22 сентября местными жителями и милицией был предотвращен подрыв жилого дома в Рязани. Крупнейшие в истории России теракты унесли в жизни примерно 300 человек и стали формальным предлогом для начала полномасштабной войны с Чеченской Республикой, приведшей к гибели многих тысяч и искалечившей судьбы миллионов людей. По прошествии 20 с лишним лет даже по версии ФСБ во всех этих терактах не был задействован ни один чеченец. Ни один. Даже по версии ФСБ. Подготовка сентябрьских терактов началась тогда же, когда российским правительствам было принято политическое решение о начале Второй Чеченской войны в марте-апреле 99-го года. Практическое осуществление терактов возлагалось на ФСБ и ГРУ. В Буйнакске жилой дом с военнослужащими подрывало ГРУ, поскольку вовлечение в эту операцию ФСБ могло привести к межведомственному конфликту между ФСБ и Министерством обороны. В Москве, Волгодонске и Рязани организация терактов занималась ФСБ. Вертикаль управления операцией Путин, бывший руководитель ФСБ, будущий президент, Патрушев, преемник Путина на посту директора ФСБ, генерал ФСБ Герман Угрюмов, руководитель отдела по борьбе с терроризмом, Абдулгафур, по некоторым сведениям Макс Лазовский, стоявший за терактами Первой Чеченской войны, и Абу Бакар, как оперативные сотрудники ФСБ, непосредственно отвечавшие за практическую организацию терактов. Татьяна Королева, Ачемес Гачияев, Александр Кармишин, как лица, основавшие фирму, на склады которой поставлялся под видом мешков с сахаром гексоген, Адам Дикушев, Юсуф Крымшамшхалов и Тимур Бачаев, как лица, завербованные так называемыми чеченскими сепаратистами, на самом деле ФСБ, и перевозившие взрывчатку под видом мешков с сахаром и подвалы домов, но считавшие, что они выполняют указания чеченских руководителей, и что места доставки взрывчатки являются лишь транзитным складом, а взрываться будут федеральные объекты. И, наконец, оперативные сотрудники ФСБ Владимир Романович и Ромазан Дышенков, производившие подрыв зданий в Москве, а также сотрудники ФСБ, задержанные и записанные на видеопленку, но по фамилиям не названные, пытавшиеся взорвать жилой дом в Рязани в ночь на 23 сентября 1999 года. Из трех человек, вовлеченных в рязанскую операцию, двух мужчин и одной женщины, задержали только мужчин. Женщина-террористка, офицер госбезопасности, смогла уйти. 23 сентября, в день задержания сотрудников ФСБ в Рязани, начальник московского УФСБ Александр Царенко заявил, что московские взрывы были организованы чеченцами и что виновные уже арестованы. Позднее обоих московских ингушей, которых Царенко назвал чеченцами, освободили, ввиду их полной непричастности к терактам. В тот же день российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по аэропорту Грозного, нефтеперерабатывающему заводу и жилым кварталам в северных пригородах чеченской столицы. Путин, отвечая на вопросы журналистов 23 сентября, сказал, цитата, «Что касается удара по аэропорту Грозного, то прокомментировать его не могу. Я знаю, что есть общая установка, что бандиты будут преследоваться там, где они находятся. Я просто совершенно не в курсе, но если они оказались в аэропорту, то значит в аэропорту. Мне трудно что-то добавить к тому, что уже было сказано». Конец цитаты. Иными словами, еще не зная о провале в Рязани, российское правительство начало военные действия против Чеченской республики в ответ на несостоявшийся теракт. 24 сентября, выступая в столице Казахстана, Астане, Путин заявил, что авиаудары наносится цитата «исключительно по базам боевиков, и это будет продолжаться, где бы террористы не находились. Если найдем их в туалете, замочим и в сортире». Конец цитаты. В тот же день Патрушев сообщил, что попытки подрыва дома в Рязани не было, и что в Рязани проводились учения. Отсюда вопрос, когда и где еще в истории человечества войну против целого народа начинали в ответ на проведенные собственными спецслужбами учения. 1 октября российская бронетехника пересекла административную границу Чечни и углубилась на 5 километров. Отметим, что Примакова Ельцин снял, поскольку заподозрил его в заигрывании с Думой. Степашина Ельцин снял, заподозрив его в заигрывании с Лужковым. Путина и Патрушева после провалов, связанных с терактами и рязанским эпизодом, Ельцин не снял, а оставил их на своих должностях, потому что он в этот период решал не задачи безопасности государства, а вопросы неприкосновенности и спокойного будущего своей семьи. 19 декабря 99-го года на выборах в Государственную Думу Третьего Созыва, созданная Березовским партией «Единство» «Медведь» получила 23% голосов в общегосударственном многомандантном округе, второе место после коммунистов 24%, блок «Отечество Вся Россия» ОВР Примакова-Лужкова получил 13%. Это был абсолютный провал ОВР. Ожидалось, что «Единство» получит приблизительно 14 голосов, а ОВР примерно 40%. По результатам выборов в Думу Примаков заявил о снятии своей кандидатуры с президентской гонки. Путин остался единственным кандидатом от госбезопасности. Из серьезных соперников ему противостоял только Зюганов. Это означало, что победа ФСБ уже одержана. Больше можно было не лицемерить. 20 декабря, в День Чекиста, Путин восстановил памятную плиту в честь бывшего председателя КГБ Юрия Андропова на стене здания ФСБ в Москве. Вечером 20 декабря, выступая с речью перед руководством госбезопасности, Путин отчитался о проделанной им как офицер МДР работе. Цитата. «Я хочу доложить, что группа сотрудников ФСБ, направленная в командировку для работы под прикрытием в правительство, на первом этапе со своими задачами справляется». Конец цитаты. Газета «Московский комсомолец» процитировала тогда еще и такие слова Путина. «Внедрение в преступную группировку произошло успешно». 31 декабря 1999 года президент Ельцин в своем предновогоднем обращении преподнес россиянам новогодний подарок и заявил об уходе в отставку с поста президента и назначении Путина и о президента до проведения досрочных выборов, назначенных на 26 марта 2000 года. В обмен на это по предварительной договоренности между Ельцином и Путиным, в начале января 2000 года Путин издал указ об иммунитете первого президента России и членов его семьи от любых судебных и административных преследований. 13 января 2000 года в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Путин официально подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента России. 15 февраля его формально зарегистрировал Центр-Избирком. За день до этого 14 февраля 2000 года Анатолий Собчак, вернувшийся в Россию 12 июля 1999 года под гарантией Путина, занимавшего тогда посты директора ФСБ и секретаря Совета Безопасности РФ, был назначен доверенным лицом кандидатов президента России и возглавил политический консультативный совет демократических партий и движений Санкт-Петербурга. Во время агитационной поездки в Светлогорск Калининградской области в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года он неожиданно и скоропостижно скончался. Преждевременная смерть Сапчака породила массу кривотолков, для которых нашлись основания. Ведь были не только засекречены результаты вскрытия тела, но и предприняты экстраординарные меры по сокрытию всей информации, касавшейся кончины бывшего мэра Санкт-Петербурга. Появились версии о его отравлении. Официально ничего не подтвердилось, но серьезным настораживающим фактом стало присутствие Светлогорски в момент смерти Сапчака, советского разведчика Калмановича и бывшего офицера ГРУ Генштаба Армии, ставшего бизнесменом Андрея Бурлакова. Как заявлял Калманович в одном из своих интервью, Сапчак умер у него на руках. Через несколько лет, 2 ноября 2009 года, средь белой дня в центре Москвы по Мерседесу Калмановича был открыт огонь из двух пистолетов-пулеметов. 18 пуль, попавших в его тело, не оставили ему шансов. В машине убитого оперативники нашли полтора миллиона долларов, которые покушавшихся не заинтересовали. Прошло еще два года, и от руки очередного наемного убийцы погиб Андрей Бурлаков. Ни убийцы, ни заказчики преступлений установлены и найдены не были. За смертью Собчака 9 марта 2000 года последовала гибель известного российского журналиста Артема Боровика, вылетавшего в Грузию на зафрахтованном самолете для встречи с предположительно биологической матерью Путина Верой Павловной Путиной, жительницей грузинского села Метехи. Как было установлено российскими следователями, причиной катастрофы явилась грубая ошибка пилота и недосмотр технических служб аэропорта. Версию теракта или саботажа российская прокуратура отвергла. 26 марта Путина избрали президентом, отдав за него, согласно официальным данным, миллионов 740 тысяч 434 голоса избирателей, 52 процента. На самом деле Путин получил примерно 48-49 процентов голосов. Остальные ему дорисовали, чтобы он смог победить своего главного конкурента Зюганова уже в первом туре. Итак, 26 марта 2000 года Путин реализовал мечту руководителей госбезопасности тех, кто не боялся и не стеснялся высказывать ее вслух Зержинского, Берии, Андропова и Крючкова. Лубянка захватила Кремль. Теперь оставалось консолидировать власть в стране, опираясь на многотысячный корпус офицеров ДР АПС. 13 мая Путин подписал указ о создании семи федеральных округов и о полномочиях представителей президента в округах и стал создавать свою так называемую вертикаль власти с жестким военным подчинением Центру. Указ о создании семи федеральных округов стал классическим примером узурпации государственной власти, поскольку между избранным президентом и избранными губернаторами Путин создавал буфер из назначаемых им чиновников, никем не избранных. 18 мая имена этих полномочных представителей услышала вся страна. В Центральном федеральном округе, включавшем Москву, полномочным представителем президента стал генерал ФСБ Виктор Черкесов. В северо-западном округе, включавшем Санкт-Петербург, генерал ФСБ Георгий Полтавченко. Из пяти остальных представителей президента трое тоже были офицерами КГБ ФСБ. Следующим по важности законом был предложенный Путиным федеральный закон о порядке формирования Совета Федерации. Согласно новому порядку, выбранный Совет Федерации, куда входили избранные губернаторы, заменялся Советом из назначаемых президентом лиц. В результате реформирования Совета Федерации и создания Института представителей президента избираемые губернаторы фактически лишились власти на местах и влияния в центре. Вся власть в стране принадлежала теперь президенту и его ставленникам. На обсуждение Думы эти законы, требующие по Конституции утверждения двумя третьими голосов депутатов даже не были вынесены. Все то, что происходило в России после издания указа о создании семи федеральных округов, являлось логическим продолжением начатого. Госбезопасность приступила к управлению страной без какого-либо контроля с чьей-либо стороны, следуя своим ведомственным правилам, понятиям, нормам и привычкам. Российские социологические центры не единожды проводили подсчеты, ставившие своей целью определить уровень вовлеченности спецслужб в гражданскую жизнь страны после 2000 года. По данным Московского центра постиндустриального общества, 15% работающих мужчин в России заняты в различных силовых ведомствах. Известный российский социолог Ольга Крештановская считала, что доля силовиков и людей, непосредственно связанных спецслужбами, в управлении страной с годами неумолимо возрастала. В последние годы существования СССР и правления Михаила Горбачева примерно 3% чиновников на высшегосударственных должностях были из спецслужб. В годы правления Ельцина более 30%. После ухода Ельцина сначала от 43 до 50 процентов, позже от 70 до 80 процентов. Человек, единожды получивший погоны офицера спецслужб или завербованный госбезопасностью как агент, службу на госбезопасность прекращал только в могиле. Он всю жизнь был частью разведвленной мафиозной структуры, охватывавшей своими щупальцами сначала Россию, а со временем ближние и дальние зарубежья, подпадающие под классификацию «русский мир». Список офицеров ФСБ и офицеров ДРАПС, назначенных на те или иные государственные должности разного уровня, поистине бесконечен. Принципиальной разницей между назначениями, проводимыми до вступления Путина в президентство и после него, было то, что теперь эти назначения проводились открыто, без стыдливой оглядки и без попыток скрыть от общественности факт пребывания того или иного государственного чиновника в прошлом или настоящем в аппарате госбезопасности или в агентурном аппарате КГБ ФСБ. С мая 2000 года принадлежностью госбезопасности в том числе и к агентуре КГБ ФСБ можно было только гордиться и извлекать из этого практическую выгоду. Захват власти на федеральном и региональном уровне в России происходил банально просто через назначение новых руководителей вместо старых. Инициатором этой политики был генерал ФСБ В. П. Иванов отвечавший в администрации президента Путина за кадры. Именно он продвигал разумеется сведомые согласия президента на все вакантные должности ФСБшников. По крайней мере со стороны все эти назначения выглядели спонтанными произвольными и даже суетливыми как будто ФСБ спешило расставить своих людей на все ведущие посты боясь что ситуация может измениться не в пользу Лубянки. 27 мая 2000 года генерал КГБ ФСБ СБ Иванов был назначен секретарем Совета Безопасности России. 28 марта 2001 года он стал министром обороны сменив на этом посту маршала Игоря Сергеева. Это означало что Министерство обороны впервые в советско-российской истории было переподчинено Лубянке. В июле 2000 года директор службы внешней разведки Вячеслав Трубников он занимал эту должность с 96 года был назначен заместителем министра иностранных дел в РФ в ранге федерального министра. Трубников с 67 года служил в ПГУ. Это был первый случай назначения высокопоставленного офицера госбезопасности заместителем министра иностранных дел СССР России. В августе 2000 года Юрий Демин бывший главный военный прокурор был назначен первым заместителем министра юстиции России. Внешне в этом назначении ничего неестественного не было но в главную военную прокуратуру Демин пришел с должности начальника договорно-правового управления ФСБ офицер госбезопасности назначался министром юстиции впервые. Тогда же первым заместителем министра по делам Федерации национальной и миграционной политики назначили первого зама директора ФСБ Александра Медяника. В августе 2001 года первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции стал Сергей Веревкин-Рахальский родившийся в 1948 году. Он закончил Ленинградский институт точной механики и оптики и с 1986 года возглавлял управление ФСБ по Сахалинской области, а с марта 1999 года управление ФСБ по Приморскому краю. В апреле 2000 года его вернули в Москву на должность заместителя министра по налогам и сборам. Одновременно заместителем директора ФСНП назначили начальника одного из управлений ФСБ Анатолия Цебулевского 50-го года рождения. В 2001 году Путин уволил ставленника семьи Ельцина Владимира Рушайла с поста министра внутренних дел и заменил его карьерным чекистом коллегой Путина по ГКУ Борисом Грызловым учившимся в одном классе с Патрушевым. Таким образом уже в 2001 году абсолютно все ключевые министерские посты оказались во власти ФСБ. Став президентом Путин не забыл тех, кто помогал ему в проведении операции по вывозу Собчака во Францию. Заместитель директора ФСБ в 98-2001 годах Григорьев возглавил Федеральное агентство по государственным резервам. В 2008 году его даже включали в список возможных преемников Путина, но не срослось. Он скоропостижно скончался 10 декабря 2008 года на 60-м году жизни. Юрий Шевченко стал министром здравоохранения России, где получил прозвище «Доктор смерть», так как в период его руководства медициной смертность среди россиян резко увеличилась, а во время освобождения заложников Норд-Оста на Дубровке в Москве 23 октября 2002 года в результате неадекватных медицинских мер по спасению людей, отравленных усыпляющим газом, погибли 129 человек. После пяти лет провальной деятельности Шевченко отправили в отставку. Символичным оказалось и назначение 3 июня 2002 года заместителем генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ВГТРК генерала ФСБ Сдановича, выведенного для этого в ОДР в том же 2002 году в чине генерала-лейтенанта. Это был открытый вызов общественности и СМИ. В знак протеста против этого знакового назначения ушел со своего поста главный редактор программы Вести Александр Абраменко. На вопрос остается ли Сданович в действующем резерве ФСБ генерал с позволенной временем наглостью ответил «Как известно, бывших чекистов не бывает, но не хотелось бы уточнять детали. В тех проблемах, которые я буду решать, конечно, мне будут помогать коллеги из чувства солидарности». 24 апреля 2001 года был издан секретный приказ номер 94 за подписью директора ФСБ Николая Патрушева о заглавленной «Об организации работы по прикомандированию военнослужащих органов Федеральной службы безопасности». Согласно этому документу в случае, если зарплата прикомандированного сотрудника на новом месте была выше, чем в ФСБ. В частном секторе она всегда была выше. Разницу в зарплате необходимо вернуть на Лубянку. По этой причине многие офицеры, уходившие в ОДР АПС, предпочитали эту разницу получать наличными в конвертах, формально нарушая закон, используя классический мафиозный способ ухода от налогов и становясь обычными преступниками. Остальные закон не нарушавшие честно кормили свое ведомство, создавшие таким образом для российских бизнесов и учреждений некую скрытую форму дополнительного налогообложения или открытую форму вымогательства в пользу госбезопасности. Параллельно с открытыми назначениями высших офицеров ФСБ на руководящие должности в государстве происходило создание различных учреждений, в которые, не сильно стесняясь, но и не слишком афишируя происходившее, уходили офицеры ДР, продолжавшие инкогнито служить в интересах госбезопасности. В частности, в первой половине 2000 года, предвидя неизбежный арест Гусинского и разгром его медиа-империи, Бабков создал новую структуру — Институт стратегических оценок и анализа ИСОА. Именно в это учреждение, расположенное по адресу улица А. Солженицыно, бывшее коммунистическое, дом 40 дробь 14, строение 1, плавно перетекли основные аналитические кадры некогда могущественной службы безопасности Мостбанка. На сайте Института об этапах его развития была представлена не слишком исчерпывающая информация, цитата, основан в 2000 году на базе аналитического центра, функционировавшего с 1995 года. В Совет директоров и штат Института входят крупные специалисты в вопросах внутренней, внешней, геостратегической и военной политики, экономики, современной истории и права, большинство из которых имеют богатый опыт руководящей работы на государственных постах. ИСОА был закрытым акционерным обществом. Информация о его акционерах в открытых источниках отсутствовала, как и информация о сотрудниках Института. Отсутствовало также название аналитического центра, так сказать, функционировавшего с 1995 года, на базе которого был создан ИСОА, потому что этим центром на самом деле был Мостбанк. Бабков, как и раньше, предпочитал оставаться в тени. Директором и главным редактором издаваемого институтом журнала «Вестник аналитики» с момента создания института был бывший председатель КГБ Азербайджанской ССР Вагив Гусейнов, экстрадации которого азербайджанские власти добивались с 1996 года. Россия в экстрадации Азербайджану отказала. Под, так сказать, крышей ИСОА укрылся также бывший начальник 5-го управления генерал-лейтенант Е. Ф. Иванов, кадровый офицер 5-го управления Владимир Масленников и его подчиненный по времени службы в 5-м управлении Валерий Ширяев, перешедший затем как офицер ДР на должность заместителя редактора в Новую газету. В ИСОА оказался также Сергей Петрович Чеплинский в прошлом офицер 8-го отдела разработка сионистских националистов 5-го управления помощник начальника 5-го управления генерала Ивана Абрамова и секретарь комсомойской организации 5-го управления. Его преемник и по комсомойской линии и по службе в 5-м управлении Александр Львович Свечников тоже оказался в ИСОА на должности главного научного консультанта. Сам Свечников окончивший в 73-м году географический факультет МГУ и защитивший в 87-м году кандидатскую служил в КГБ ФСБ с 74-го по 95-й год. В 95-м по 2003-й год он был сотрудником информационно-аналитических и пиарных структур различных частных компаний. В отдельных публикациях указывалось, что он еще и профессор кафедры мировой экономики и политики Государственного университета Высшей Школы Экономики, однако в настоящих списках преподавателей он не значился. Совместный труд Чаплинского и Свечникова, опубликованный в 2003-м году, назывался «Современный глобальный капитализм». Он был написан в соавторстве с еще двумя авторами Бобковым и Ивановым. Годом ранее в соавторстве с Бобковым Свечников издал книгу «Глобальный капитализм. Размышления на тему». На этом, однако, тяга к написанию книг у Бобкова не угасла. Соавтором его воспоминаний стал писатель Святослав Рыбас, завербованный в агентурную сеть госбезопасности в период его обучения на втором курсе Литературного института имени Горького в Москве. Вербовал его офицер 1-го отделения 2-го отдела 5-го управления старший лейтенант Юрий Балас. Настоящим пристанищем для бывших офицеров КГБ ФСБ стала Государственная Дума и политические партии, почти всегда создающиеся при активном участии госбезопасности. В итоге в высшем законодательном органе России сформировалась нелегальная резидентура спецслужб из числа бывших офицеров госбезопасности и их агентов. Одним из них был Атари Аршба. По окончании высшей школы КГБ в 78-м году его зачислили для прохождения дальнейшей службы в 3-й отдел 5-го управления, которым руководил полковник Владимир Головин. Офицеры данного подразделения оперативно курировали Министерство высшего и специального образования СССР, МГУ, УДН и КМО. В 98-м году Аршба вышел в ОДР и был назначен в ОАО Евраз Холдинг на должность директора по связям с общественностью, а затем последовательно занимал должности вице-президента и старшего вице-президента компании. До марта 2004-го года он был председателем Совета директоров. С 2000-го года Аршба был также внешним управляющим, а по 2003-й год председателем Совета директоров ОАО Западно-Сибирский металлургический комбинат. В том же 2000-м году он взял на себя пиар-обеспечение избирательной компанией губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, соперника Владимира Путина как кандидата в президенты России. В 2003-м году Аршбу избрали депутатом Госдумы 4-го созыва, а в 2007-м депутатом 5-го созыва. В парламенте страны Аршба возглавил Комитет по регламенту и организации работы Госдумы, что позволило его бывшим коллегам по КГБ ФСБ, офицерам 5-го управления Валерию Воробьеву, начальнику секретариата руководителей Госдумы и Юрию Безверхову, одному из руководителей аппарата Госдумы, успешно направлять ее деятельность в нужное ФСБ русло. Но работа в парламенте требовала от офицеров ДР творческого подхода. Если деятельность Безверхова в целом сводилась к безоговорочной поддержке Путина, то совсем по-иному обстояло дело с Воробьевым, поскольку в Госдуме в составе фракции коммунистов заседал его бывший начальник генерал Валерий Воротников и незримо присутствовал Бобков. Выстраивать свою деятельность Воробьев должен был с оглядкой на своих бывших руководителей в КГБ. В конце 1996 года русские националисты совместно с Госбезопасностью проводили в Москве мероприятие по празднованию второй годовщины объединения ветеранов специального назначения Госбезопасности Вымпел. От Госдумы вымпеловцев приветствовал именно Воробьев, от националистов писатель Владимир Солоухин, в частности сказавший цитата «Вы не должны спокойно смотреть на то, что происходит. Вы видите, как наша Россия окружена со всех сторон алчущими собратьями, которые готовы рвать ее на части, стремясь ухватить кусок пожирнее. Вы видите, как потворствуют им потерявшие совесть и страх пятая колонна. Так не дайте же, не дайте погибнуть своей родине». Конец цитаты. От писателей во встрече также приняли участие писатели, агенты спецслужб Святослав Рыбас и Александр Проханов. В Госдуме в числе подручных Воробьева работал также давнишний агент 2-го отделения 11-го отдела 5-го управления Юрий Афанасьевич Шарандин 52-го года рождения. В конце 70-х в его бытность сотрудником управления пропаганды Госкомспорта СССР он был завербован в качестве агента КГБ офицером, курировавшим Госкомспорт СССР. Вскоре Шарандин был назначен на должность начальника протокольного отдела Госкомспорта и в дальнейшем агентурную связь с ним осуществлял офицер ДР подполковник Анатолий Васильевич Алексеенков официально занимавший должность заместителя начальника управления международных спортивных связей Госкомспорта СССР структурно входившего в состав международного управления этого ведомства от КГБ его курировал Валерий Воробьев В конце 80-х Сергей Кугушев организовал акционерное общество «Русский капитал» Располагалось оно в престижном районе Москвы на Крылатских холмах в здании бывшей горнолыжной базы В числе акционеров «Русского капитала» оказались два бывших сотрудника Госкомспорта СССР Владимир Чернявский и Юрий Шарандин знавшие друг друга по совместной работе в управлении пропаганды Всесоюзного спортивного ведомства Шарандин в скором времени решил вернуться к своему журналистскому образованию и стал главным редактором газеты «Солидарность» органа Федерации Московских профсоюзов но проработал в газете недолго из-за конфликта с председателем Федерации Московских профсоюзов Михаилом Шмаковым он был вынужден оставить газету и стал сначала заместителем начальника управления аппарата президента РФ по внутренней политике УВП а затем заместителем руководителя аппарата Совета Федерации РФ начальником правового управления УВП фактически курировало все развитие внутриполитической жизни в России в его задачи входила подготовка материалов об общественно-политической ситуации в стране которые ложились на стол президента заодно его сотрудники обеспечивали взаимодействие главы государства с другими органами власти в том числе региональными от сотрудников УВП во многом зависели результаты выборов Государственную Думу и их восприятие гражданами обществом и участниками политических процессов одним словом УВП являлась важнейшим стержнем политической конструкции современной России в Советском Союзе и нынешней России всем выпускникам вузов присваивались и по-прежнему присваиваются звания офицеров запаса соответствующих родов войск на случай войны личные дела офицеров запаса хранятся в военных комиссариатах военкоматах по месту жительства Шарандин был приписан к органам госбезопасности с военно-учетной специальностью ведение пропаганды на войска противника неоднократно он проходил переподготовку высшей школе КГБ и академии ФСБ РФ Компания мужчин-патриотов украшала Наталья Нарочницкая давнишний агент советской госбезопасности со времен ее работы в 82-89 годах в секретариате ООН в Нью-Йорке Позиция этого доктора исторических наук отличалась резким антизападничеством и антиамериканизмом Нарочницкая пришла в Госдуму от националистического избирательного блока Родина придерживавшегося той же направленности Участие партии Родина в парламентских выборах третьего года было первым успешным примером обращения Кремля и Лубянки к управляемому так сказать системному национализму Основой партии стали несколько политических движений националистического и левого толка возглавили партию Дмитрий Рогозин и Сергей Глазьев На выборах третьего года Родине удалось оттянуть на себя часть протестного электората Но уже после выборов партия разделилась на несколько фракций А в пятом-шестом годах когда Рогозин со своими товарищами чекистами патриотами позволил себе начать собственную игру не во всем согласовав ее с администрацией президента Родину сняли с выборов в Мосгордуму а его самого на время отправили в ссылку в Брюссель представителем России чтобы пугать НАТО Одним из участников проекта Рогозина Родина стал Михаил Делягин ему принадлежат слова Сталин был олицетворением справедливости Михаил Геннадьевич Делягин 68-го года рождения москвич в 85-м году с золотой медалью окончил среднюю школу и поступил на экономический факультет МГУ В 86-м 88-м годах проходил срочную службу в советской армии В ноябре 87-го года во время нахождения в краткосрочном солдатском отпуске организовал сбор подписей на экономическом факультете МГУ под обращением в поддержку Бориса Ельцина находившегося в оппозиции к Горбачеву По распространенной версии в результате официального разбирательства при котором даже проводились сличения почерков автор обращения им был Делягин не был установлен и не был назван товарищами а студентов исторического факультета МГУ подписавших обращение исключили из университета Профессорско-преподавательский состав и студенческая масса МГУ были глубоко инфильтрированы агентурой госбезопасности Кроме того в составе пятого управления существовал седьмой отдел офицеры оперативники второго отделения этого отдела специализировались на установлении по почерку авторов анонимных угроз в отношении партийно-советских чиновников предположить что Делягина не смогли выявить как автора рукописного обращения абсолютно невозможно а с учетом его отбытия к месту военной службы о нем конечно же был проинформирован особый отдел военной контрразведки курировавший военную часть где продолжал свою службу Делягин шпионов в войсках в советские времена находили крайне редко зато любые проявления несогласия с линией КПСС выкорчевывались безо всякой жалости военные контрразведчики вероятнее всего нарисовали солдату-срочнику Делягину весьма безрадостную перспективу осуждения за антисоветскую агитацию и пропаганду альтернативный вариант ухода от ответственности мог быть один агентурное сотрудничество поскольку Делягина не наказали и беспрепятственно восстановили после армии в МГУ это альтернативное предложение было с благодарностью принято после этого в его карьере были только взлеты национал-коммунист Алексей Подберезкин несмотря на поддержку им оппозиционно настроенного по отношению к Кремлю Зюганова тоже не испытывал никаких притеснений со стороны власти в 2000 году он баллотировался на пост президента России но получил всего 0,13 процентов голосов избирателей но с 2001 года Подберезкин советник председателя счетной палаты РФ Сергей Степашина и первый заместитель директора государственного института системного анализа счетной палаты РФ Сергей Шахрая он был автором более 300 публикаций в том числе современная русская идея государства в 1995 году Россия в глобальном мире некоторые теоретические аспекты исследования 2003 год в соавторстве научная деятельность Подберезкина отличалась показной патриотичностью основой которой был нескрываемый им русский национализм в этой связи нельзя не остановиться на научном докладе подготовки которого приняли участие Подберезкин Воротников из 5 управления и Владимир Рубанов из аналитического управления КГБ Конкретно за этот доклад отвечал Подберезкин как первый заместитель директора Института системного анализа Доклад назывался «Глобальные процессы тенденции развития в мире и России до 2020 года» В разделе «Новый тип биобезопасности и биообороны Отечества» говорилось цитата «Для предотвращения нового раунда холодной войны требуется уникальное в земной истории глобальное мирное наступление всех праведников и всех праведных сил нашей планеты под знаменем вселенского богодержавного предиктора Реалистически учитывая нынешнюю по сути планетарную экспансию глобального сатанинского предиктора и его социальной агентуры нельзя исключать что путь к будущему планетарному союзу лежит через форсированное создание паневразийского оборонного союза как геополитической альтернативы нынешней экспансии США и НАТО» конец цитаты Нужно ли удивляться что после такого доклада под Березкин в третьем году был награжден премией имени Андропова за существенный вклад в обороноспособность России еще весной 98 года случился разрыв национал-коммуниста Дугина с Лимоновым и НБП и он при содействии разведчика диверсанта Петра Суслова стал советником председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева на следующий год уже возглавил Центр геополитических экспертиз экспертно-консультативного совета по проблемам национальной безопасности при Селезневе и начал читать лекции по геополитике в Генштабе России в 2000 году стал председателем политического совета общероссийского общественно-политического движения Евразия но в ноябре третьего года Дугина исключили из партии из-за конфликта с председателем исполкома партии Сусловым тогда же он перестал быть советником Селезнева если кадровые сотрудники КГБ ФСБ постепенно были причислены самим же руководством пришедшим из госбезопасности к так называемой элите или дворянству новой России и стали занимать различные высокие и хлебные посты многочисленному агентурному аппарату разрешено было искать свою нишу в новых рыночно-капиталистических условиях за редчайшим исключением все они ее находили что легко прослеживается через судьбы людей однажды попавших в поле зрения госбезопасности в 70-е и 80-е годы или служивших в КГБ Евгений Сидоров ставший при посредстве КГБ проректором литературного института имени Горького затем его ректором был назначен министром культуры России в конце 90-х по рекомендации госбезопасности Сидоров стал дипломатом и отправился в Париж в штаб-квартиру ЮНЕСКО в ранге чрезвычайного и полномочного посла эта международная организация давно использовалась советским затем российским правительством в качестве прикрытия для деятельности советских теперь российских разведчиков его куратор полковник Никандров выйдя в ОДР нашел для себя применение в Министерстве культуры как офицер ДР состоял в комиссии по возвращению в Германию культурных ценностей вывезенных оттуда после окончания Второй мировой войны с 97-го года Никандров возглавлял еще и клуб ветеранов органов госбезопасности при ФСБ России на страничке которого с тоской вспоминал о былой службе цитата Благословенное время 60-х годов прошлого века предоставляло советскому человеку шанс для выбора оперативники 5-го управления КГБ сделали свой выбор они искренне защищали интересы отечества и не их вина что по мрачным лекалам западных спецслужб в темных лабиринтах истории ныне растворяется необъятный потенциал великого государства конец цитаты Юмашев с марта 97-го по декабрь 98-го года занимал должность главы администрации президента РФ затем стал советником президента а в преддверии отставки Ельцина привел в Кремль коллегу Коржакова по цеху госбезопасности полковника Путина цитата все-таки я считал себя в какой-то степени ответственным за Путина потому что пригласил его на работу я его повышал я его представил Борису Николаевичу конец цитаты рассказывал Юмаша в интервью Медузе и ни в чем не преувеличивал влияние скромного и незаметного агента КГБ завербованного в далекие 70-е годы и со временем командированного на работу в Кремль 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 Медузе Медуза Борису Медуза Продолжение следует...